Из воды танк Т-34 будто выплывает. Медленно показывается пушка с башни, затем корпус. И через мгновение гусеницы боевые машины касаются суши. Впервые за 7 десятилетий. Он простоял на дне дона 42-го и кажется даже не проржевел. Уникальная находка. Этот танк единственный сохранившийся в мире. Модель 41-го года. Его затаскивают на берег реки мощными стальными тросами. Сложнейшая операция по подъему 20-тонная машина длится всего полчаса. 74 года. Эта уникальная машина пролежала на дне реки. Сейчас ее броня покрыта слоем грязи и ила, а на гусеницах лежат даже вот такие ракушки. Номер танка еще не нашли. Это значит, что судьбу экипажа еще предстоит выяснить. Но уже сейчас понятно, что прежде чем угодить на дно дона, этот танк выбирался из очень серьезного боя. Потому что на катках обнаружены довольно большие пробоины. Об этом танке местные жители знали давно. Уже были попытки поднять его. Но сделать это смогли только военные. Специалисты западного военного округа. Происходит в данный момент выемка вот этого, как я ранее говорил, песка, наносного ила. Вот это все приходится делать очень аккуратно, вручную, потому что, ну, можем найти останки или не разорвавшиеся боеприпасы. И тут же, спустя считанные минуты, появляются первые находки. Что это произошло? Это часть саперной лопаты, которая крепилась на броне этого танка. Так. А вот это? Это одна из рукояток управления. Здесь вот пока она обломана, сложно сказать от чего именно. К этой уникальной операции готовились несколько суток. Танк тщательно обследовали водолазы. Работали в сложнейших условиях, при сильном течении и практически нулевой видимости. Стоял на гусеницах, на скале. Практически он не был погружен в какой-то грунт. То есть практически был доносной песок на уровне две трети катков. Легендарный танк совсем скоро ждет путешествия в Москву, где он займет место в музее парка «Патриот». Александра Селезенева, Артемий Дюнзе, Александр Чуксин, телеканал «Звезда», Воронежская область.